Все, пошел эфир. Дамы и господа, добрый вечер. Вон я там рукой вам машу, отражаюсь в экране. Да, всем привет. Меня зовут Егор Пронин, я историк, гид по Туле и приветствую вас здесь в сообществе Тульского самоварного комбината Тулавар. И у нас, конечно, впервые мы замахнулись на поистине громадную тему и попытаемся в рамках одного эфира быстренько пробежаться, найти истинные истоки глубинные культуры нашей страны в самые-самые разные исторические эпохи. Но, в конце концов, почему бы и нет вот такой краткий экскурс, небольшой курс, тоже, может быть, имеет место быть. В конце концов, мы не претендуем на что-то там, какие-то невероятные, какую-то там истину, которую мы раскроем. Просто традиционный наш вторничный прямой эфир уже вот 4 года, наверное, уже стукнуло, как мы проводим такие эфиры здесь в ВК. Так, переворачиваю камеру. Ну, давайте начнем, естественно, мы с периода Древней Руси. И именно там следует искать корни такого культурно-исторического и цивилизационного феномена, я выговорил эту фразу, как русская культура. И уже в силу своего географического положения на стыке Европы и Азии, на стыке леса и степи, огромные размеры, протяженность границы торговых путей, относительно редкие города, низкая плотность населения, длинная климатическая зима. Климат тогда был гораздо более суровый, чем сейчас, естественно, оказало очень большое влияние на нашу культуру. Как-то в интернете наткнулся на такое любопытное сравнение, что русская культура периода Средневековья, Древней Руси, это не плавильный котел, ну, плавильный котел у нас в плане национальности и народов. Это скорее такой вот рынок, вот как у нас в Туле, например, был центральный рынок, вот теперь на его месте новый микроквартал появится. То есть на рынок мы идем, как бы мы несем что-то свое, какой-нибудь товар или услугу или деньги мы приносим с собой. Когда мы уходим с рынка, мы частично, может быть, оставляем свое у себя, но мы приобретаем что-то новое, чем-то себя обогащаем и несем это в своих сумках. Что-то, возможно, мы просто обмениваем, что-то мы покупаем, за что-то приходится платить, что-то мы просто можем поднять с земли, потому что, может быть, лежит, никому не нужно, а нам-то чего бы на самом деле-то и не взять. А что-то мы теряем, да, бывает, что или карманник залезет там, в карман утянет, или сами потеряем по собственному невниманию. Вот так же на самом деле и культура. На нас оказала влияние и близость степи с хазарами и печенегами. По мнению исследователей, например, вот такой персонаж русских сказок, как Баба Яга, это чистые воды хазарский каганат с их матриархатом, с их большими металлическими котлами, символом каждого племени, да, и их агрессивностью и отрицательностью. Это из севера Скандинавы, у нас называемые варягами, а в Европе норманами или викингами, которые, как считают некоторые исследователи, принесли к нам государственность в виде вот именно военных князей, лидеров, конунгов по образцу скандинавских вот этих вот ратий, которые бороздили Мария в средние века. Это и с юга пафосная, некогда очень мощная византийская империя, осколок вот той самой римской империи, и сами византийцы звали себя ромеями, то есть римлянами. Это мы зовем их византийцами, а для себя они ромеи. Это из Запада, там где Венгрия, там где Польша, там где католицизм. И, конечно же, свое тоже мы не забываем, это и праздники, и приметы, и низший пантеон богов, ставший духами, вот те же водяные, лешие, русалки и все прочее. Это все осталось, и это все мы смогли сохранить на том вот колоссальном, так сказать, культурно-историческом-экономическом рынке, который представляла из себя территория Древней Руси. Относительно сегодняшнего нашего государства, конечно, крайне не централизованное, со слабыми экономическими связями государства. Однако, конечно же, огромный исторический выбор мы совершили в 1988 году, когда мы приняли христианство по византийскому образцу, тем самым усиливая и не только экономически, но и культурные связи с Византией. Оттуда пришло православие, оттуда пришла грамотность, оттуда пришла архитектура, которая развивалась благодаря строительству храмов, на самом деле. Даже в советские, даже в безбожные такие сталинские времена признавали, что как бы там мы ни крутили, но церковь распространяла грамотность, церковь способствовала развитию культуры. Даже Сталин обращал на это внимание, даже во времена, когда на церковь были гонения. То есть, вот таким вот образом именно закладывалась основа будущей нашей с вами культуры, дамы и господа. Но единое государство в итоге развалилось, начался период феодальной раздробленности, который со всеми его междоусобицами, княжеской грызнёй и конфликтами. Тем не менее, в плане культуры на самом деле имел и весьма ощутимые плюсы. Даже в эпоху, когда отдельно были Полоцк, Чернигов, Новгород, Ростов, Суздаль и другие города, у наших предков был единый язык. По сути говоря, единая, в общем-то, культура. Ну, имели место свои веяния, конечно, особенно в западной части русских земель, безусловно. Но всё же культура оставалась прежней русской. Самосознание. Всё равно вот в других странах купцы представлялись именно русскими, русами. Откуда бы они ни прибыли, там, из Смоленска или из Новгорода. Единая вера всё равно была, и те, и те всё равно православные. По сути говоря, в общем-то, единый фундаментальный закон, русская правда Ярослава Мудрого продолжала действовать. А система права, которая была создана в период Древней Руси, это тоже часть нашей культуры. Это тоже правовой, но и литературный памятник Древней Руси. И вы удивитесь, но на самом деле феодальная раздробленность дала очень большой импульс развитию архитектуры. Архитектура, иконопись, фреска, мозаика, миниатюра. Почему, удивитесь вы? А очень просто. То был Киев, ну, как бы центр государства, да, столица Древней Руси. А теперь в каждом удельном княжестве небольшом есть своя столица. Там Ростов-Великий, Суздаль, Ярославль, Рязань, Владимир Волынский, Переславль, ну, тот же Киев, да, Псков. И везде есть своя администрация, там где-то князь, где-то вечер, где-то боярство, которые хотят, чтобы столица их по пафосу, красоте и величию и богатству, ну, уж не уступала прежней столице Киеву-то. И, естественно, это дало мощный импульс развитию строения храмов, монастырей, отдельных зданий. Также опасность нападения не только врага извне, но и из-за собственной спины княжеские усобицы в немалой степени поспособствовали развитию военного и оружейного дела. Это развитие металлургии, это развитие фортификации, это каменное, деревянное строительство. Слово Кремль, любопытный момент, дамы и господа, слово Кремль, это слово, конечно, русское, но это слово означало не постройку, вот стены, башни, вот все, что у нас со стенами с башнями, сегодня нам оптом Кремли. Кремль или Кремлевик, это отборный качественный строевой лес, дамы и господа. Зодчество-то на самом деле на Руси же, ведь изначально же было именно деревянное. Вот, собственно говоря, и называли Кремлями постройки из отборного бруса. Кроме того, не забудем еще и такой момент, как усиление княжеской власти, особенно после ордынского нашествия, ну не ордынского, а монгольского, тогда еще некорректно пока называть монгол ордынцами, как потом некорректно ордынцев называть татаро-монголами. Да, на 50 лет закончилось каменное строительство, безусловно, но вместе с тем появилась необходимость в централизации государства, и именно тогда, начиная особенно с конца 14 века, с эпохи Куликовской битвы, возвышается роль Москвы. При Дмитрии Донском в Москве строится белокаменный Кремль, ну частично белокаменный, частично он остался деревянный, но с тех пор и пошло выражение «Москва белокаменная». И потом в 15 веке строится уже, в общем-то, современный кирпичный московский Кремль, строится в этом Кремле Успенский Архангельский собор, а на Русь активно привлекают иностранных специалистов, вот Петро Антонио Салари, Оливис Старый, Оливис Новый и другие. И наши русские мастера охотно перенимают у них их мастерство, при этом строго сохраняя православную веру, которая в этот период, безусловно, является одной из столпов государственности. Именно начиная где-то с 16 века, когда уже активно происходит процесс переселения на русскую землю крещенных бывших ордынцев, национальность начинает считаться именно по вере. Будь ты хоть там, хоть негр там, не знаю, хоть там кто, если ты православный, значит ты уже человек, принявший самое главное, принявший нашу культуру, наш язык. А то, что там у тебя глаза раскосые, да какая там разница, господи! И, в конце концов, был бы человек нашей веры, и это самое главное. Огромный импульс, конечно же, развитию культуры дается, когда рост государства происходит, и когда русские люди включают в состав своего государства земли, населенные другими народами. Там это и башкиры, и юкагиры, и коми, и ненцы, и марийцы, и чуваши, да, вот, чьи это, собственно, начинают складываться. И происходит взаимопроникновение, взаимообогащение культур. Вот представьте себе, посмотрите на эту карту, да, мои господа, ведь, по сути говоря, от Урала и далее до Тихого океана, 17 век, громадная Сибирь была вот покорена, на самом деле, европейцы поражались. В наше время тоже, даже на ЕГЭ, вот, по истории, вот, вопрос был такой, что, вот, вдумайтесь, вот, как вообще могло такое быть, да, что, по сути, за 17 век, ну, ну, несколько сот казаков, стрельцов, священников и особенно купцов смогли обеспечить присоединение к России громадных, необъятных просторов Сибири, населенных тысячами и тысячами местных жителей. Как это удалось? А вот очень просто. В результате, прежде всего, взаимопроникновение, взаимообогащение культур. Сами понимаете, русское государство тогда просто не имело возможности собрать, вооружить и прокормить, там, какую-нибудь огромную, многодесяткотысячную армию профессиональных воинов, там, стрельцов, казаков, пушкарей, для того, чтобы отправить их колоссальным походом за Уральские горы, вот, идти через тайгу и реки, завоевывать Сибирь. Вот, как тефтонские рыцари в землях пруссов, да, территории нынешней Калининградской области, да, вот, Восточная Пруссия. В Восточной Пруссии, вот эти пруссы, они были немцами вырезаны или ассимилированы полностью. Они огнем и мечом рыцари германские, вот эти христианские, присоединяли ту землю под предлогом, а нам тут надо язычников осчастливить новой верой. Наши действовали более дипломатично, более тонко, если хотите, более культурно. Они двигались именно торговлей и расширили также культурный обмен. Действительно, вслед за торговцами приходили русские поселенцы, которые, как правило, мирно уживались с мирными жителями, местными, точнее, жителями. Вот, к примеру, такой вот момент, такая вот история, там, вот, из Сибири, да, русские поселенцы, вот, строили избы, там, по-своему, там, валили лес. А бывало такое, что за ночь местные приходили и просто тупо разбирали то, что вот русские сложили за день, да, они просто вот разбирают и все. То есть не нападают, не режут, не убивают, но вот так вот, получается, вредят. Ну, как же это, мол, так? И пока кто-то не догадался, на новом месте просто разжечь огонь. И вот тогда местные придя, ничего не тронули. Почему? Да потому что огонь горит. А раз горит огонь, ну, значит, все, это уже обжитое место, уже нельзя тут как-то вредить, что-то уносить, что-то разбирать. Да, и получается, вот так бесконфликтно обеспечилось присоединение данной территории к нашему государству. Ну, конечно же, тоже вот книга печатания, которую начал Иван Федоров при Иване Грозном. Безусловно, вот когда многие книги все равно продолжались писаться от руки, это невольно вызывало расхождение. И в середине 17 века происходит колоссальное по своей важности культурное и религиозное событие – церковный раскол. Вот представьте себе, вот, да, вот на самом деле, весь цимис церковного раскола. Патриарх Никон, протопопа-вакуум, да, вот один, значит, реформатор, другой старообрядец. По сути говоря, ведь идея любопытная. Патриарх Никон, он не новое что-то придумал, он, как раз, и предложил. Давайте возьмем старые византийские книги, по ним перепишем, ну, канон. А вот эти книги с кучей правок, переделок, ошибок, там, изъятий, потерь, уберем. Вот, то есть мы, то есть патриарх Никон реформу провел не под предлогом введения нового, а возвращение к тому старому. У нас народ очень консервативный, тоже отличительная черта нашего народа. Мы очень не любим что-то новое, оно кажется каким-то опасным, ненужным, да нафиг надо-то оно. Ну, и реформу провели, и старообрядцы, которые вот старообрядцы, они, получается, наоборот, цеплялись за книги нового образца, которые, естественно, накопились за прошедшие годы. Ну, в итоге там вот это вот культурное событие раскололо все общество, но, тем не менее, оно подготовило нас к тем культурным потрясениям, которые пришли в нашу страну с началом Петровской эпохи. Да, с одной стороны, Петр до неузнаваемости изменил русского человека, заставил сбрить бороду, надеть парик, вместо шубы с длинными рукавами надеть камзол, вместо высоченной шапки надеть треуголку, да, вместо бердыша Стрелецкого взять в руки фузею, нестрельное оружие. Но это коснулось только дворянства, чиновничества, богатого купечества, по-большому же, только верхов. 90, даже, наверное, больше процентов населения России, как жило в прежнем своем быту, работая от зари до зари, собственно говоря, либо молясь, либо кушая, либо придаваясь сну по ночам, и обязательно двухчасовой сон после обеда. Петр, правда, и на это тоже покусился. Так вот, так как жили, так жить и продолжали. То есть Петр свои реформы потрясающе провел, культурные, но он провел их по верхам. Но он задал вектор движения на весь 18, начало 19 века, когда Россия начала быстро, семимильными шагами нагонять Европу. И эпоха правления Екатерины Великой, да, безусловно, это золотой век дворянства. Дворяне, по сути говоря, стали, знаете, как это, живут в своей стране, как в вечных гостях. Все-то для них, они-то никому ничего не должны, а им все должны, как земля колхозу. Но с другой стороны, это и колоносальный всплеск дворянской культуры. Это и писатели, и поэты, и издатели журналов, и многие-многие другие люди, которые впитывали в себя эпоху просвещения, которая началась на Западе, которые изучали иностранные языки, которые изучали различные науки, и сами ездили обучаться в Европу, и обучались, вспомните, очень зажиточная какая-нибудь помещичья семья, дворянская семья старалась своему сыну-недорослю нанять, вот чтобы учителя француза, чтобы вот по-европейски учил. Надо, не надо, не важно. Надо, чтобы был учитель, чтобы иноземец обязательно, а то как-то не солидно. И вот Россия семимильными шагами нагоняла Европу для того, чтобы потом в 19 веке, по сути говоря, по культурному развитию, по литературе, например, по искусству, настичь, и даже совершив умопомрачительный прыжок, превзойти весь мир. Но это будет потом. Пока что, правда, наравне с идеями просвещения Запада пришли идеи и революционные, чего так боялась власть, и начиная с восстания декабристов с 1825 года, власть начинает поглядывать косо на нашу культуру, и в Николаевскую эпоху, в общем-то, да, там действительно, как бы, и вот этот вот вселенский спор западников и славянофилов, как же нам обустроить Россию, западники отстаивали то, что мы, Россия, это Европа, и у нас должно быть по-европейски, включая культуру, и славянофилы, говорящие, что у нас особый путь, некоторые славянофилы в своем стремлении поддерживать все русское, докатились даже до оправдания крепостного права, но не без этого. Кстати, наша Тульская земля родина одного из идеологов славянофильства, Алексея Степановича Хомякова, его имение Богучарова, в Большой Туле сегодня, в Северной части. Так вот, но опять же, с другой стороны, раскол нашей культуры, наших образованных людей на западников и славянофилов, тоже, получается, обогатил нашу культуру, потому что они пошли разными путями, а эти разные пути, как два ствола у одного дерева, дали еще больше побегов веток и плодов, нежели если бы дерево продолжало бы, ну вот как елка расти, вот как сосна, там только вот, строго говоря, строго одним стволом. Итак, приближаемся мы к эпохе, рубеж 19-го, начала 20-го века. Это период, когда русская культура, русское искусство обогнало весь мир, и весь мир пошел за нами, равняясь на нас. Да, это серебряный век русской культуры, это не золотой. В золотой век, где был Пушкин, где был наш земляк Жуковский, там говорил Державин, там Фанвизин, другие, да, но там мы заимствовали и перерабатывали то, что приходило к нам извне, а здесь серебряный век мы создали наконец-то свое. Даже наши революционеры, футуристы, Маяковский, Бурлюк, и Хлебников, и другие, создававшие свой литературный язык, в этом опередили Европу, столбов европейского футуризма. Наши, вспомним вот эти потрясающие балеты Дягилева. На Западе, впервые, чтобы посмотреть русское искусство, на Западе просвещенная, образованная европейская публика в Лондоне, в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке, в Риме, вела себя, как, знаете, там, не знаю, истеричные тёлки в середине 90-х на концерте Иванушек Интернешнл, там, с мясом, выдирая сиденья в залах, там, снося высоченные тяжеленные деревянные двери в театрах, просто вот, там, разбивая окна, проникая в зал, чтобы посмотреть на русский балет Дягилева, чтобы послушать, например, как сам Пётр Ильич Чайковский дирижирует оркестром, Чайковский, когда он уезжал с концерта, публика на Западе выпрягала лошадей из его экипажа, и толпы ликующих людей его тянули, везли по улицам до гостиницы, и ещё полночи спать ему не давали, там, беснуясь внизу, там, возле, под его окнами. Вот это серебряный век русской культуры, когда Россия внезапно обогнала весь мир. В промышленном отношении, в военном отношении, в научном мы мир догоняли, да, и мы вышли в мировые державы, но именно в культуре был период вот тогда 120, 110, 130 лет назад, когда Россия доминировала, когда подражать хотели нам, как потом в 50-е, 60-е годы стиляги хотели подражать Западу, зачастую даже не зная, как на Западе люди вообще живут, то есть подражаясь своему собственному имя выдуманному Западу, который мог не иметь ничего общего с Западом реальным, вот так же и тогда, в эпоху нашего Серебряного века, Россия хотел подражать весь мир, ну, образованный мир, конечно же, безусловно, но потом происходит Первая мировая война, заканчивается новое время, начинается новейшее, и мир извинился до неузнаваемости, а у нас в стране произошла революция, часть столпов Серебряного века ее приветствовала, часть ее опасалась, часть проклинала, но все равно все на рубеже 19-го, 20-го столетия понимали, что, ну, кажется, вот что-то вот-вот произойдет, вот что-то будет, Россия, достигнув таких культурных высот, просто не может миру не преподать какой-то, кто-то скажет, великий, кто-то страшный урок, и он будет преподан, это, конечно же, Октябрьская революция, приход к власти большевиков, которые сначала, с одной стороны, в 20-е годы, это невиданный, наверное, нигде расцвет, даже, наверное, разгул авангарда всех мыслимых и немыслимых видов, когда стало можно, наверное, в плане культуры вообще все, и даже потом, когда власть закручивала гайки в политике, культурные и религиозные диспуты по-прежнему оставались местом где-то до конца 20-х годов, ну, относительно свободных дискуссий, как сказал Александр, по-моему, Веденский, его фамилия был один из толпов вот этой живой церкви, да, обновленчества на религиозном диспуте с наркомом просвещения Анатолием Луначарским. Вот, типа, товарищ Луначарский считает, что человек произошел от обезьяны. Я, верующий в Бога, считаю, что человека Господь Бог создал по своему образу и подобию. Ну, что же, товарищ Луначарский, каждому его родственники же лучше известны. И зал с хохотом взорвался рукоплесканиями. Потом, в 30-е годы, с одной стороны, разгула авангарда убрали, все, тоталитарное общество установилось, государство взяло под жесткий контроль культуру, но вместе с тем были созданы новые стандарты, новые, пусть шаблоны, но новые шаблоны нового искусства, социалистического реализма, изображение жизни не такой, какой она есть, это реализм, и не такой, какой она не должна быть, критический реализм, и не приукрашенный, а такой, какой она будет в перспективе, чтобы посмотрели на картину и сказали, вот бы нам жить бы так же, и получили бы ответ, а вы учитесь хорошо, работайте честно, и все будет, ведь на самом деле, вспомним, такой вот, на самом деле, я всегда привожу этот пример, это шедевральная трилогия советского писателя Носова, Незнайка в цветочном городе, приучили Незнайки и его друзей, цветочный город, социализм, Незнайка в солнечном городе, чистейшей воды, коммунизм, и Незнайка на Луне, где чистейшей воды, разгул лютого капитализма, скоррумпированной полицией, с зажравшимися олигархами, волчий капитализм, но в итоге, там в конце, в финале, хэппиэнд, ведь это тоже, вроде бы, детские книги, но они написаны, просто потрясающе, на самом деле, это же просто, действительно, невероятно, да, да, тоталитарное искусство, это и советский кинематограф, советского периода, черно-белое, потом цветной, и музыка, но посмотрите, ведь, как, там, 50 лет назад, агрессивно-прогрессивная молодежь, считала, что слушать советские, ВИА, это типа, отстой, надо слушать американский, там, или английский, рок, там, какой-нибудь, там, ну, там, Дип Пепл, или Лед Зепп, или какой-нибудь, или Роллинг Стоунс, кто считал битлов слишком лиричными, слишком слащавыми, да, но, тем не менее, сегодня эти люди с удовольствием вспоминают ту эпоху, вот, когда я экскурсантам на экскурсии рассказываю, что, например, вот, вокально-инструментальный ансамбль Тульская филармония, был ВИА Красные Маки такие, да, может кто-то помнит, все такие, прям, знаете, прям гул ностальгического шепота, да, да, мы помним, да, потрясающие песни же были, это, может быть, люди, которые, там, в то время, там, с патлами ходили, там, и BBC слушали по ночам, ну, хочется человеку то, что ему в данный момент, именно, вот, недоступно, но советская культура, на самом деле, она создала уникальный пласт, внесла уникальный вклад в мировую культуру и в плане архитектуры, ведь на самом деле, в городах, столицах соцлагеря, в Праге, в Варшаве, Бухаресте, Будапеште, появлялись огромные здания, построенные при помощи советских инженеров, подражающие, вот, тем самым, сталинским высоткам Москвы, кстати, автор жилого дома у Красных Ворот, наш земляк, архитектор, туляк Борис Мезенцев, между прочим, автор одной из сталинских высоток, и по Советскому Союзу, тоже во многих городах, строили и в Риге, там, и в Челябинске, здания, подражая, именно, вот этому, как раз, вот, советскому стилю, в учебниках по конструктивизму, всегда, в мировой конструктивизм, всегда, обязательно, есть несколько примеров, 20-30-е годы, советская архитектура, ну, на самом деле, а почему нет? Ведь, даже при своей особенности от мировой, советская культура, все равно, брала какие-то каноны, мировые, и мировую культуру, в целом, обогащала. Но, Советский Союз распался, началось новое время, современная российская политическая державность, она, как-то, на мой взгляд, ну, не ставит, все-таки, таких жестких стандартов культуры. Ну, да, есть вот этот вот, ну, есть вот группа Любе, любимая группа Путина, да, вот эти вот, в России березы шумят, такой вот ура-патриотизм, есть Газманов, с его офицеры, ваше сердце под прицелом, есть шаман, клянусь, ни одной песни его не слушал. Он парень наш тульский, из Тульской области, вот, ну, с таким своеобразным имиджем, конечно, далеко не шаманским. Но, все равно, все-таки, у нас в плане культуры государство жестко стандарты не навязывает. У нас, вот, в Туле кластер Октава, да, который проводит там и перформансы, и выставки современного искусства, столь обожаемого мной. Я не понимаю головой, почему я так люблю современное искусство, что мне в нем вообще нравится. А может быть, оно так и надо. Ну, мне как-то сердцем нравится, вот не знаю почему. Бывает скучновато мне в классических, там, художественных музеях или выставочных залах. Вот, современное искусство мне нравится, ну, что-то какие-то струны в моей душе затрагивает. То есть, через средневековое смешение культур и традиций, через зодчество феодализма, через пафосность и имперскость царства и империи, через взлеты культуры золотого и особенно серебряного века, через советское тоталитарное искусство, мы таким образом через века нашей истории пришли к нашему искусству современному, которое мы создаем сегодня сами и к чему и как дальше разовьется, оно мы увидим только по прошествии некоторого времени. Вот такая вот история. Ну, да, мои господа, надеюсь, я не очень сильно, что это называется, закрутил, старался как мог попроще. Вообще, конечно, очень масштабную тему мы сегодня подняли, такой немножко философский у нас получился эфир. Но, тем не менее, все, я думаю, имеет место быть. Я надеюсь, вам понравилось. Будем очень благодарны за репост данного прямого эфира. Здесь есть сообщество Тульского самоварного комбината Тулавар. Увидимся еще в новых наших эфирах. У нас много чего еще впереди запланировано. А я всем желаю приятного вечера и всем счастливого.